Илья, как настроение сейчас, как тренировка в новом составе и насколько для вас очередная Олимпиада очень важна? Каждая Олимпиада важна и чувствую себя хорошо, партнерами, я думаю, в сборной довольны все, поэтому настроение хорошее, рабочее, мини-сбор, проходим всем непросто, держимся, шутим на позитиве, самое главное. То, что достаточно большое количество времени перед официальными матчами, насколько это хорошо или плохо? Если вам кажется, что много дней, на самом деле у нас все расписано по минутам и все летит как секунда, поэтому сейчас надо сосредоточиться, вот сегодня открытая тренировка, я думаю, что после этого нам надо чуть-чуть закрыться и своим уже маленьким вот этим коллективом работать и готовиться к играм. Насколько надо закрываться на Олимпиаде, потому что любой вопрос может взорвать там все, много ограничений. Если честно, я не беру это в голову, много об этом пишут, опять же, это какие-то не те вещи, которые мы должны озабочены быть, потому что мы их не можем контролировать, есть там какие-то правила, я их читать не буду, мы едем на Олимпиаду, все прекрасно знают, откуда мы летим. То, что написано на майках, но если им так угодно, значит тому быть. Илья, ваши товарищи по команде, Антон Белов, Сергей Протников, приглашение не получили, вы с ними общались, а все как-то, наверное, расстроены? Да, конечно, расстроены. Олимпиады – мечта для каждого. Белов после той ситуации, которая у него была, он отыграл Олимпиаду в нескольких чемпионатах мира, то, что произошло сейчас, это загадка. Получается, что Олимпиада – это как день рождения Международного Олимпийского комитета, куда кого-то приглашают, куда нет, им не повезло. Иностранные хоккеисты, как это воспринимают? Я не знаю, я ни с кем не общаюсь, и, честно говоря, сегодня с прессой, если после будут какие-то вопросы, не обижайтесь, потому что я думаю, все ребята должны сконцентрироваться на работе в первую очередь. Вчера была новость о том, что Международный Олимпийский комитет создал специальную комиссию, которая будет следить за выполнением правил, которые создали специально для российской команды. И, в частности, в этих правилах есть, допустим, пункт, что нельзя выкладывать ничего с российским флагом в социальные сети. Вы следите за моим инстаграмом, да? Ну, да, обязательно. Так что следите. Ну, просто в другие команды уже прислали прямо смс-ки из серии. Ребята, отнеситесь серьезно, это не шутки, нас могут за это наказать. Но нам пока смс-таки не приходили, поэтому у нас все спокойно. А за другие виды спорта расстраиваются там Виктор, Аншипулин, Стюгов, Лидер. Я уже говорил на эту тему, конечно, это беспредел, это несправедливо. Здесь даже желать что-то или говорить, я не знаю что. Потому что ребята готовятся, выигрывают медали на Кубках мира, на этапах Кубка мира. Завоевывают право ехать на Олимпиаду и этого права лишают. Несправедливо. Заключительный вопрос. Заключительный вопрос. Просто все говорят, что хоккей там обязан брать золото, потому что только это может вытащить какое-то впечатление об Олимпиаде. Вы это понимаете? Или, в принципе, есть тест, что медаль любая хороша, вот это все. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Спасибо. 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 Спасибо.